Как известно, преподобный Серафим Саровский прославлен Русской Православной Церковью в Лике Святых в 1903 году при участии и по настоянию царя Николая II, почитавшего Саровского старца. Впрочем, любовь к преподобному явление всероссийская. Как и многочисленные его чудотворения, известно предсказание о том, что обретенные его мощи в годину гонения за христианскую веру снова будут утрачены. В 1920-м скрытые и оскверненные большевиками мощи святого вывезены из Дивеева и исчезли. Потом они появились в Страстном монастыре, превращенном в антирелигиозный музей. После его взрыва в 1934-м святыня исчезла вновь. Спустя полвека патриарх Алексей II предпринял беспрецедентные действия по поиску утраченных следов мощей преподобного. И все случилось по пророчеству старца. Святые его останки обнаружились в Ленинграде, в Казанском соборе, также превращенном в музей атеизма. Произошло это в январе 1991 года. В честь этого события 15 января русская православная церковь установила празднование второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. А в 2010 году в горках 10-х Одинцовского района возведены стены, посвященного святому храму. Уютная церковь имеет архитектуру базилики. Ныне ведется роспись. В день престольного праздника божественную литургию здесь возглавил благочинный архимандрит Нестор в сослужении настоятеля священника Сергия Парусникова. Традиционно богослужение украшает голос диакона Ильи Есина. Святой Серафим в миру Прохор. Особо почитаем верующими не только в России за трудолюбие, требовательность к себе, смирение, умение радоваться и избегать уныния, что он завещал и нам. Представился ко Господу преподобный Серафим 14 января 1833 года в возрасте 78 лет. О причудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающих к тебе скоропослушные помощничи. Молящиеся святому получают и исцеление, и помощь в делах, и душевное равновесие. В день престольного праздника к причастию подошли все прихожане Серафимовского храма. Так здесь принято и не по приказу настоятеля. Чему выразил радость архимандрит Нестор. Ведь смысл слова какой? Причастие. Стать частью чего-то. Через причастие мы соединяемся со Христом. В прямом смысле этого слова. Мы сотелестники с ним. Может быть, я не знаю, может это Серафим Саровский так нас настраивает. Ну, а батюшка это само собой. Он постоянно говорит на всех проповедях, постоянно напоминает нам о том, что вот то, что сегодня говорил отец Нестор. Я даже не знаю просто даже истории, чтобы прихожане пришли на службу и ушли. Но это нормальное явление. Это так, не знаю, это естественно, что ли. Необходимо вспомнить слова Спасителя. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Потому что приход – это большая семья. И когда случается беда какая-то в семье, то нужно друг дружку поддержать и помочь. Поэтому я сам лично тоже поучаствую, приму участие обязательно. И вас призываю, дорогие братья и сестры, пожалуйста, подойдите за свечной ящичек, и там мы будем собирать конвертик в помощь нашей прихожанке Екатерине. Спасибо, Господи. В Серафимовском храме принято не только молитвой помогать ближнему, но и делами. Если кто-то из прихожан заболевает или случается еще какая-то напасть, люди помогают. Например, серафимовцы опекают малоимущую многодетную семью. Но и своих детей не забывают. Так здесь принято отмечать праздники. Это небольшая церковь, на силу вмещающая прихожан, а еще воскресная школа, также размещающаяся не в хоромах. Для ребятишек настоящий родной дом. У нас там уроки закон Божий английский проводят, история России у нас тоже. По закону Божьему мы изучаем, как устроена храм. Сегодня жители многонаселенного поселка Горки-10 молятся о возведении нового, большого храма. А молитва, совмещенная с реальными делами, творит чудеса. Не об этом ли повествует житие святого угодника Божия Серафима? Ольга Винтер, Одинцовская, Благочиния, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok